Юные растеневоды и механизаторы области встретились, чтобы помириться с мастерством и выяснить, кто из них лучше в своем деле. В Кирове стоялся областной этап конкурса школьников по сельскохозяйственным профессиям. Подробности в нашей постоянной рубрике «Вести образования». Эти ребята уже прошли школьные и районные этапы конкурса. Областной, заключительный, дальше Россия. Участники конкурса учащиеся с сельских общеобразовательных учреждений из шести районов области. Номинаций всего две «Механизаторы» и «Растеневоды». И те, и другие продемонстрируют как знания теоретических основ профессии, так и свои практические навыки. Теоретические задания, которые они выполняют, которые подготовлены у нас членами жюри, а это преподаватели сельхозакадемии, тоже отмечают то, что уровень знаний детей очень высокий. Евгений Трухин участвует в конкурсе уже второй раз. В прошлом году в Кирове он стал третьим в номинации «Механизатор», после чего его пригласили поучаствовать во всероссийском конкурсе, где он вошел в десятку лучших. В конкурсе «Механизаторов» первый тур у нас проходит теоретически. На нем мы показываем свои умения, излагать информацию и свои теоретические знания по данному предмету. Наибольшее количество участников в номинации «Механизатор», поэтому и на практическом этапе конкурса соперничества серьезные. Традиционно перед тем, как сесть за баранку, будущие мастера сельскохозяйственной техники сдают еще один теоретический тест. Только после этого можно сесть в кабину и показать навыки управления трактором. Здесь у нас, значит, при комплектовании машино-тракторного агрегата необходимо подъехать задним ходом к сельскохозяйственной технике. Ну, немножко мы усложнили тут с поворотом на 90 градусов, не прямо. Вот у нас имитация сельскохозяйственной машины есть. Мы прицеп ставили, но бывали иногда случаи, прицеп укатывается, тут безопасность обеспечивать трудно, поэтому вот имитация у нас такая. Главные требования при выполнении задания – обеспечение безопасности труда в кабине и за ее пределами. Остальное дело техники – подать сигнал о начале работы, правильно подъехать, зафиксировать трактор. Победители конкурса награждаются президентской премией, призеры – губернаторской. Кроме того, для ребят это шанс познакомиться ближе со своей будущей профессией и определиться с продолжением учебы. Кирилл Сосолятин, Владимир Подлевских, Вести, Киров. Победителем конкурса в номинации «Механизатор» стал Василий Костромин из Слободского района. Лучшим растеневодом признана Алена Гордина. Девятиклассница из Афанасьевского района в следующем году вновь собирается участвовать в конкурсе. Если удача улыбнется опять, Алена войдет в состав делегации на всероссийский слет ученических производственных бригад. Девушка мечтает стать врачом, но работа на земле ей тоже нравится. Мама, наверное, приучила постоянно дома тоже на грядках, копаемся с ней, все такое делаем. В деревне живем, чего не заниматься-то. Цветы я очень люблю, сама сажу их, покупаем, с мамой сами выбираемся. Я предпочитаю анютины глазки, низкорослые такие, которые цветут пышные, розы люблю. Кустарнички маленькие.